Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня поговорим снова об экономике. Дело в том, что показатели Тверской области по приоритетным направлениям получили позитивную оценку не где-нибудь, а на федеральном уровне. В прогнозе социально-экономического развития нашей Российской Федерации на ближайшие три года, которое опубликовало Минэкономразвитие Российской Федерации. И то есть там много позитива в отношении нашего региона. В частности, что многие регионы покажут рост, но мы покажем больше других рост. И вообще мы в тройке лидеров даже после Ленинградской области и такой, к примеру, нефтяной республики, как Башкирия, где давно с деньгами все в порядке. Ну то, что ребята на них сидят. Ну и плюс там хорошее промышленность в советское время, это факт. И поэтому сегодня я хочу поговорить, за счет чего у нас такие показатели и насколько, конечно же, соотносится с той реальностью, которую мы все видим, ходя в магазины, просто живя в этой реальности. Вот вон, за окном. Хочу представить наших гостей. У нас новые милые, замечательные дамы, наши эксперты и профессионалы в плане экономики. И не только, конечно, не сомневаюсь. Это Галина Константиновна Лопушинская. Добрый день. Зав. Кафедры госуправления нашего Тверского госуниверситета, Зав. Лаборатории проблемы региональной экономики. И ее коллега Марина Цуркан, доцент кафедры госуправления Тверского нашего госуниверситета и кандидат экономической наук. Добрый день. Добрый день. Дамы, ну вот сразу у меня вопрос. А вы, телезрители, дорогие, можете звонить нам 300-190. Вот что вы думаете? Вот вы ощущаете, что наша область, она в плане экономики растет? Что вы думаете об экономической ситуации? Звоните, пожалуйста, 300-190. У вас есть уникальная возможность напрямую из уст таких очаровательных, самых главных профессиональных, умнейших дам, получить ответ на ваш вопрос, который вы можете сидеть сейчас перед телевизором и терзаетесь. А что же будет с долларом и с нами? Дамы, давайте для начала разъясним телезрителям, ну и мне в конце концов, я не экономист. Что вообще за прогноз такой? Ну, это прогноз, который выстраивается на существующих тенденциях и трендах. Не всегда те прогнозы, которые разрабатывают, они сбываются. Вот знаете, как бывает очень часто, органы власти упрекают в том, что вы прогноз разработали, вы его в открытый доступ опубликовали, все на него посмотрели, поахали, а потом он не сбылся. А они как синоптики, но это же прогноз. Ну, это же прогноз. На самом деле прогноз – это инструмент, которым пользуются органы власти, чтобы понять, как по компасу, правильной ли дорогой мы идем. Вот тот прогноз социально-экономического и по приоритетным направлениям развития, который сделал Минэкономики, он в большей степени показывает, насколько удачно и насколько хорошо начала с начала 2020 года действовать Тверская область. Потому что год-то непростой, год достаточно сложный в плане показателей экономики как таковой. А мы попадаем в высокую позицию. Но для действий, которые были предприняты регионам в условиях самоизоляции, в условиях вот этого режима повышенной готовности, это очень даже хорошая оценка. Это очень даже хорошая оценка. Потому что, в отличие от многих других областей, Тверская область разумно рисковала. Почему я говорю разумно рисковала? Потому что, на самом деле, Тверская область принимала решения по разрешению с особым ограничением, с особыми условиями, функционировать компаниям, которые, например, крупные налогоплательщики в регионе. Ну, не выпустить, не разрешить работе Тверского вагоностроительного завода означало, что мало того, что не получат доходы более 8 тысяч человек, ну, почти 9 сейчас тысяч рабочих мест там. Мало того, что придется заводу брать достаточно большие кредиты, да, чтобы выплатить заработную плату. Это тоже достаточно большие расходы, что снижает возможность по уплатам налогов. Ну, и, естественно, регион недополучил бы деньги в свой бюджет, что тоже плохо. Но это же не только крупный вагонзавод начал работать сразу после ограничений. Достаточно много компаний, которым было разрешено. Мы не закрывались по сравнению, например, с Москвой. И это позволило еще и привлечь московские компании для временной работы. Это данные Министерства экономического развития Тверской области. Вот как раз с Иваном Игоревичем общались. Он сказал, что москвичи приезжали и работали на территории Тверской области. Марина, это какие? Которые приехали на дачу под Колясино, в смысле? Нет, нет, нет. Я думаю, что здесь, конечно, больше мы привлекаем компаний, которые не могли исключить работу в офисных помещениях. То есть вот такие компании, они все-таки присутствовали и сфера IT. Ну, на самом деле, вот эта ситуация, когда территория превратилась в территорию временного выезда, это был и плюс, и минус. Ну, мы же, если смотреть на карту КОВИД, которая публиковалась чуть ли не ежедневно. Да, она и сейчас ежедневно публиковалась. Ну, и статистика фронта. Под первую волну мы же на нее, на эту карту смотрели, как на карту боевых действий. Где выстрелило, сколько человек попали под фиксацию с КОВИДом. Так вы обратите внимание, наибольший всплеск был в Твери, что понятно, да, аккумулирование почти треть населения области в городе Твери. Но еще всплеск был в Кимрах. В Колязине. В Колязине и в Канаково. Ну, естественно, да. И в Канаково. А тут все понятно. Вот смотрите, сейчас вышли данные по стоимости аренды. И по стоимости аренды в период пандемии Тверская область вышла на первое место. В Завидовском районе, в Канаковском районе, ну, территория практически Завидова, деревня Василенова, по-моему, я могу ошибаться. Там стоимость аренды в этот период достигала стоимости, как на Рублево-Успенском шоссе. То есть пожар способствовал ей много к украшению, да? То есть, по крайней мере, для владельцев недвижимости. Знаете, как говорят мои друзья немцы, в каждом свинстве кусочек ветчины. То есть Тверская область на пандемии, она кое-что дополнительно получила. Да, это может быть моментный какой-то вариант, но он произошел. Ну, например, в Завидовском районе, где почти 70% населенных пунктов имеют число постоянно проживающих жителей меньше 10 человек, все деревни, все земельные участки и свободные дома в деревне были распроданы. А жители, глядя на приезжающих москвичей, кричали, Завидов не резиновый, да? Понаехали тут? Ну, вот то, что понаехали, они не кричали, как это ни парадоксально. Почему не кричали? Потому что в ряде сельских населенных пунктов там вообще была торговля с колес. Роспотребкооперация, да, неправильно говорю, потребкооперация привозила там раз в неделю или два раза в неделю автолавка и продавали продукцию. А когда приехало достаточно большое число москвичей, которые к тому же умеют пользоваться цифровыми платформами и заказывать продукты через сайты с курьерской доставкой, население воспряло. Потому что в данной ситуации, да, с ограничением работы, работа через цифровые платформы была наиболее предпочтительна, наиболее привлекательна. Например, в первую очередь выиграли даже те предприятия общественного питания, которые имели свои сайты, которые и до пандемии реализовывали продукцию по интернет-заказам. А мы сейчас должны реализовать продукцию под названием реклама, не переключайтесь, буквально три минуты и мы продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем экономическое положение Тверской области, а оно, согласно информации, которую обнародовал Минэкономразвитие федеральный, не такое уж плохое. И мы сегодня разбираемся, что произошло, за счет чего это так произошло. А вы можете нам задавать свои вопросы и вообще высказать вашими, что вы думаете об экономическом положении региона 300-190. Звоните, пожалуйста, всегда ответим. Да, мы все-таки касаемо прогноза, а какие показатели учитываются вообще? Вообще был скорректирован прогноз среднесрочный, который действующий. Мы вошли там в топ-10 именно с позиции будущей инвестиционной привлекательности. То есть у нас сработали меры, те меры, которые поддержки пандемии были предложены Министерством экономического развития Тверской области. Они позволили некоторым предприятиям сохранить свою жизнеспособность. Они интересны с позиции будущих инвесторов. И то, что мы в период пандемии и вот этого сложного периода смогли запустить большие инвестиционные проекты, я думаю, что это точно сказалось. Вот, например, в Никулино сейчас большое предприятие Орион строится. Но оно не в Никулино, оно даже в пределах окружной трассы. Окружной трассы, да. То, что мы запустили проекты, они начали создаваться там активно сейчас строительный процесс идет. Я думаю, что это точно сказалось. Плюс у нас за первое полугодие 2020 года официальная статистика показывает, что у нас в среднем около 70% роззарабной платы. И еще один показатель. Мария, где, где, мне так стало интересно. Статистика. Где, где, где рост заработной платы? Это то, что вы сказали, что повлиять могло на прогноз. Да? Ну, вот какие данные. А за счет чего рост заработной платы? Я не видела рост заработной платы. Про рост заработной платы вот честно глубоко сомневаюсь, опираясь на данные, что есть как там ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Ну, это статистика, да. Смотря как считать. А вот то, что Тверская область существенно выиграла, и в прогнозе это изменение прошло по бюджетно обеспеченности населения, это очень важный показатель. Вы знаете, бюджетно обеспеченность населения показатель, который органы власти используют, но он гипотетический. Это как бы берут доходы бюджета и делят на число проживающих жителей. И получается показатель, сколько как бы расходов в бюджете будет приходиться на одного человека. То есть, соотносят расходы государства с числом проживающих. Показатель, который позволяет сравнивать территории. Почему? Потому что чем больше на одного приходится, тем больше возможностей у государства реализовать социальные проекты, инвестиционные проекты и так далее. То есть, рост этого показателя всегда означает больше возможностей. Вот этот показатель очень интересен. Почему? Потому что оценивается общая величина доходов в бюджете. У Тверской области в 2020-м очень хорошие показатели, потому что на ее территорию удалось от участия в конкурсе многих муниципалитетов, многих компаний, министерств привлечь достаточно большой объем федеральных средств. В каких конкурсах? Ну, например, конкурс Минстроя комфортной городской среды. У нас сейчас три победителя, да, по-моему? Шесть. Шесть уже. Во втором туре три. Шесть проектов малых городов в Тверской области получают деньги на реализацию проекта. Это вот эти Старецкая набережная в смысле? Да, да, да. Это Старецкая набережная только была прошлого года. А, вот такого типа проекта? Да, такого типа проекта. Это там и колясь. И там они замасили классную улицу, а вокруг руины. Так, надо идти с шорами, вот замечательную бульвару и смотреть. Деньги получают под конкретные проекты благоустройства. А дома, вот, наверное, надо было баннерами зависеть. Там много нюансов, но если получаются дополнительные средства на какой-то проект, смотрите, это получается, что абсолютно точно будет работать компания строительная, которая это будет реализовывать. Абсолютно точно будут закупаться стройматериалы, которые чаще всего... Ну, кто же повезет бетон с других территорий? Повезут бетон из ближайшего... Конечно. Какой-нибудь завода железобетонных изделий. Будет закупаться какой-нибудь песок из близлежащих карьеров. То есть запустится цепочка прироста доходов. Поэтому, чем больше проектов будет реализовано такого плана, тем лучше. Не случайно тоже правительство Российской Федерации в качестве тренда развития, знаете, что заявило, как это не парадоксально? Реализация инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения. То есть строительство... Дорожки к больницам, что ли? Нет. Строительство корпусов, новых больниц и так далее. На это, в том числе, будут выделяться дополнительные федеральные средства. Например, не зря Тверская область уже начала строительство областной детской больницы. Знаете, после того, как у нас погорело старое, оно точно не зря, еще бы они не начали. Вот. Но что значит запустить? Это значит быть уверенным, что федеральные деньги на это придут. Мы три раза, прошу прощения от президента, слышали о готовности поддержать строительство моста, который называется у нас западный. Западный. И меня все спрашивают, как журналисты многие знакомы, как в том мультике, помните, про... Где мост? А где же мост? Вот. Причем три раза нам подтверждали, причем уровни президента, что да, мост будет. Но, как только приняли решение, как только 200 миллионов бюджетных средств на тот момент город Тверь вложил в разработку проекта, так, к сожалению, начала гореть Сибирь. И деньги предназначенные были переведены на себе. И так постоянно. То есть мы начинаем и вкладываем в расходы бюджета Тверской области направление строительства моста. Обратите внимание, если посмотреть закон, закон о бюджете, он же прозрачен, он виден. То долгие годы расходы на строительство западного моста включаются в планируемые расходы бюджета. А дело как было на месте? То есть это не недоработка, вот просто многие, я знаю, люди простые, но уверены, что это не работка наших местных властей, потому что моста нет. То есть дело... Нет, нет. И больше к городским всегда претензиями. К городским, к областным, просто опять-таки мне спрашивают, как будто я работаю где-то в органах власти, ну что, где мост-то, где мост? Ну на самом деле ни одна региональная власть не может построить такой объект крупный и такой дорогой. Даже столичную? Даже, ну столичную мы не берем. У нее особые нюансы, знаете, строительство третьего кольца, другая инфраструктура, они могут. Москву не берем. А вот другие субъекты нет, конечно же. Даже богатые алмазы в Якутии, Ленский мост все просят построить. Да, 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 они просят, потому что они ждут федеральные поддержки в том числе. Обратите внимание, процесс сложный. Местный бюджет вкладывается, у которого и так достаточно мало денег. Региональ. Но большая доля идет на строительство, на инфраструктурный проект из федерации. Если нет денег из федерации, то и моста. Да, то вы держите. То вы стойте в пробках на двух, там, на трех других мостах. Поэтому это тяжелый момент. И вот то, что у Тверской области был уже готов проект строительства детской областной клинической больницы, и она попала в тренд строительства. Ведь у нас на территории не строили инфекционный госпиталь. Вот во многих территориях построили, у нас не строили. Скажите, тоже интересно, касаемо таких инфраструктурных объектов строительных. А вот Суворовское тоже, наверное, как-то помогло? Да. Огромнейший проект. Огромнейший проект. За год реализовывали. За год. И огромная территория. Я там регулярно бываю. То есть это не какой-то один корпус. Это целый городок. В прямом смысле слова. Городок. Ну, я так понимаю, что это все-таки был проект, который в 44-м законе подрядчик определился Министерством обороны. Да. Но тем не менее, все равно. Это как Галин Севченко говорила. Да. Как в Микитерской области, это действительно и строим материал, и цемент, это рабочие силы. И рабочие кушают здесь, в конце концов. Да. В конце концов. И снимать жилье. Да. И здесь даже больше. Там посадили вокруг туи, там посадили хвойники. Их не из московских питомников везли. Это то, что закупали на территории Тверской области. А сколько от дополнительно созданной инфраструктуры появилось дополнительно создаваемых на базе Суворовского училища рабочих мест. Это тоже в плюс. Вы знаете, там же и большой физкультурный комплекс, и большой медицинский корпус. То есть уже не кабинет врача, да, а можно достаточно... Там госпиталь, отдельный корпус госпитальный в нем был. И все это позволяет вот эту вот цепочку прироста дохода запустить. То есть от этого, несомненно, Тверская область выигрывает. Мы выигрываем, и вот это положение изменилось, знаете, в большей степени от того, что сам бюджет на 20-й. Ну, начиная с 19-го, но я уже беру только 20-й. На 20-й и 21-й, 22-й год был бюджетом, связанным с реализацией проектов. Единственный риск, который может повлиять на ухудшение положения, на ухудшение результата, если Тверской области не удастся выполнить то, что она запланировала. То есть не удастся отторговаться, не удастся... Самая большая проблема у нас, на самом деле. ...начать строительство, не удастся реализовать то, что запланировали в полном объеме. В этом случае органы власти должны быть оперативными. То есть не удается это сделать, нельзя оставлять финансовые средства неиспользованными. Вы знаете, очень жалко, например, итог 18-го года показывал профицит бюджета у Тверской области, когда расходы меньше доходов. Но он искусственный, потому что это не за счет того, что мы больше доходов получили, а за счет того, что не реализовали инфраструктурные правила. Ну, не совсем. Ну, не реализовали, не полностью реализовали. А что еще? Ну, там еще... Ну, как так, деньги есть, но опять держитесь. Ну, как так? Вот, понимаете, вот это вот... Особенности 44-го закона, подрядчики. У нас, кстати, по национальным проектам, по-моему, по финансированию исполнения было в 2019 году около 37-38, да, к 40-ка... Ну, небольшое. Небольшое. Но при этом показатели результативности мы что-то достигли около 60-80-70. Ну, то есть нельзя сказать. То есть мы денег все-таки не зарасходовали много, но показатели неплохие. Знаете, все равно я с 90-х помню все эти ужасы, когда денег вообще катастрофически не было. И я до сих пор, когда вот все истории эти слышу, я в таком изумлении, когда у вас есть деньги, но вы их не успеваете. Еще знаете такое слово нехорошее? Освоить. Знаете, вот не освоить, это, знаете, касаться, как закопать землю. Или я не знаю, что. То есть нехорошее такое слово, но неважно. Вот я не понимаю этого. Как можно, особенно сейчас у нас кризис на кризисе, не освоить успеть выделить деньги, за которые кто-то там рубится и не может получить. Нет, такое бывает. Я понимаю, что бывает. И есть объективные условия этому. Вот, например, почему профицит у бюджета Тверской области был? Потому что в конце года налоги заплатила консолидированная группа налогоплательщиков. У нас же сейчас все непросто. И что? Сплатили, молодцы. Молодцы, но на эту величину не предполагали получить дополнительный доход. То есть ее не учли. Вот, негодяи, налоги заплатили. Сволочи вообще. Все малышные спорты взяли и перечислили деньги. Нет, это хорошо. Вероломно, можно сказать. Это хорошо, но на конец года уже ничего не сделать. Вы знаете, есть очень важный момент, процедурность соблюдения. Не да, да, понятно. И вот это, конечно, очень тяжело. А вот когда проект... Коллеги, простите бога ради, я вас перебью. У нас, наконец-то, раздается телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, конечно, очень приятно, когда мы слышим о том, что экономика Российской Федерации растет. И, как говорил Орешкин, что она уже чуть ли не в этом году может войти в топ-5 экономик мира. Но очень плачевно заходить на сайты Центробанка и смотреть, как растет курс евро и доллара в соотношении к рублю. Потому что, ну, мое мнение, я, конечно, не Герман Греф, не экономист великий, да, но все-таки курс – это благосостояние наших российских граждан. Соответственно, если евро растет и доллар, потому что все мы за рубежа покупаем за валюту по большей мере, хоть Россия, конечно, и старается перейти на рублевые платежи со странами, но все-таки все равно валюта главенствует. Как, ну, к сожалению, наверное. Вопрос такой. Все-таки, что же будет с российским рублем и почему на российский рубль абсолютно любые ситуации в мире давят? Там Навальный давит, Карабах давит. Не знаю, какая-нибудь антилопа в Бурунде подкользнулась – тоже давит. Как ни крути, почему-то, если Россия хочет войти в топ-5 экономик мира, почему-то не давит ничего на доллар, ну, по большей мере не давит, на евро. Хотя в евро достаточно много стран, в Евросоюзе, которые, в принципе, на грани банкротства, потому что у них там ВВП 120-130%. Хотя то же самое, если взять Америку с постоянно включенным станком, который каждую минуту печатает доллары, и там уже, по-моему, за 20 триллионов у них госдолг. Все прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Дамы, да, правда, поясните, мне тоже интересно, на самом деле, вот эти, да, позитивные, казалось, прогнозы не повлияют ли на все это, вот эта ситуация с валютой, которая сейчас устремилась вверх, и Центробанк, я только слышал на днях, что, ну, да, что-то они пытаются сделать, но и ведь человек прав. У нас куда ни плюнь, говорят, импортное замещение, но все равно вот эта ручка, она может быть русская, но вот эта стержень, но все-таки сделан день в Китае, куплен за валюту, и вот на вас, Марина, может быть, прекрасные часы тоже, может быть, наши русские. Такой компонент выяснится, что импорт, и даже ваш прекрасный маникюр тоже, вот стопудовый заказ на Алиэкспресс, я знаю, понимаете, то есть за валюту опять все это из Китая идет, то есть не испортили всю эту нашу картину, этот рост валют. Но это не сказаться не может, безусловно. Ну, давайте я немножко поговорю. Печально, Марина, замолчала. Я задумалась, я задумалась, то, что, наверное, это больше повлияет на группу непродовольственных товаров, на рост. Хотя у нас сейчас и по продовольственным-то рост пошел, по хлебу, маслу растительному, картошке. Еще на экспорт гоним. Да, ну, смотрите, мы вообще одни из самых крупных экспортеров по хлебу и по маслу, но вот в этом году неурожайный год. Так, говорят, все равно там в закромах родины тех самых все равно хлеба более чем. Мы не можем и свои обязательства экспортные, да, отменить, потому что это всегда договора, контракты на более долгосрочную перспективу, они не на год заключались. Это тоже момент нужно учитывать. Вы знаете, есть определенная логика в том, что отпустили рубль. Конечно. Больше денег, бюджет будет. Вот. А то, что мы в итоге будем в ценнике растущей видеть, на это плевать. Обратите внимание, логика здесь очень четкая. Федеральный бюджет, на который легла достаточно большая нагрузка по поддержке компаний, семей с детьми и так далее. То есть, ну, большой перечень господдержки, который был запущен в период пандемии, постпандемии. Это же расходование денег из бюджета. Естественно, в бюджет эти деньги надо собрать. Обратите внимание, я пример приведу очень яркий, который вот даже РБК четко прописала в своих новостях, потому что для РБК это тоже была новость дня. В условиях пандемии на изменении курса валюты, Сургутнефтегаз увеличил свою выручку в 4,4 раза. Мы же понимаем, что договора заключаются на поставку заранее. Объемы поставки вряд ли изменились в сторону увеличения. А выручка выросла в 4,4 раза, с которой заплатятся налоги. Потому что рублевая. Потому что она валютная, которая конвертируется в рубли. Один момент. Второй момент. А правительство Российской Федерации рассматривает падение рубля как форму поддержки российских компаний. Именно российских компаний. Почему? А вот давайте представим, что мы продаем ручку. И она стоит, ну например в Китае, ну берем долларовый вариант, что она стоит 10, ну чтобы легче считалось, 10 долларов. Если раньше за нее платили 600 рублей, и ее привозили, и вы сравнивали 600 рублей или 1000, по которой, включив все издержки, произвел российский производитель. Вы говорили, не, куплю китайскую. То сейчас эта же ручка, если ее завозить, она становится вровень с российскими ценами. То есть в данном случае, да, мы одних поддерживаем, другие ощущают это проблема. Так другие, это же вот основное население России есть. Вы знаете, не так много у россиян было потерь в плане дохода. Я произнесу какого дохода. Дохода, который был в форме депозитов, сберегательных вкладов, расположен в банковской сфере. Не так много. Многие россияне продолжали, и правительство ничего не могло сделать, хранить свои сбережения в валюте. Я так, Галина Александровна, Марина тоже, я про потери, которые мы несем, идя в магазин. Понимаете, а в магазин-то мы ходим, в отличие от банка, каждый день. Понимаете, и сейчас вот куда ни плюнь, вот какой-нибудь раз молоко, потому что спрашивают, а почему молоко, оно у тебя русское. А у нас вот там это из-за границы, комбайн из-за границы. И куда ни плюнь, понимаете, вот вы знаете, к примеру, что у нас вот птицефабрика наша замечательная, которая у нас лидера, у нас курятина наша русская. А вы знаете, изначально, что вот курица, яйца вот эти, из которых вылупляются курицы, несушки и так далее, они закупаются за границей. Изначально, вообще, вот мне говорили, я сам не знал, по-моему, в Ирландии вроде бы. Это, кстати, не потому, что мы такие севолапы весь мир закупаем. Вот есть такие из какого-то стран, где все берут. Ну, сам все факт. То есть, даже курица наша, она изначально импортная, изначально. Я уж молчу про то, что у них оборудование импортное. У нас в Беженске, опять-таки, стоит замечательная, знаете, мощь, наш комбайн, который развивает, слава ему, говорится, что он развивается. А у них все оборудование голландское. Меня водили там, помню, вот смотри, видишь, НЛ в Голландии. И вот это НЛ. И вот это у них все. Ну, они молодцы, сам должен скупить. Но оно импортное. И они тоже заложили, и так далее, и там подобное, понимаете. Поэтому, да, я рад за нашу компанию экспортера. Я понимаю, что чем дешевле рубль, тем выгоднее экспортерам. Но нам-то с вами, нам-то с вами, наша зарплата не в долларах, не в евро. Ну, на самом деле, как бы не предполагалось, что российские производители на вот этом изменении курса рубля столь существенно поднимут цену. Они пытаются сформировать так называемые резервные фонды на случай, а вдруг будет вторая волна. Они стали медленнее принимать решения, они стали медленнее тратить свои финансовые средства, частью выводя из хозяйственного оборота, то есть аккумулировать как подушку безопасности. И вот это желание многих российских компаний, даже которые не используют импортные комплектующие, импортное оборудование, поднять цену на волне восприятия потребителям, что ну это последствия изменения курса рубля, очень, мне кажется, жестко на этих же производителях и аукнется. Почему жестко аукнется? Ну, вы знаете, доходы-то населения, реальные доходы, они упали. Коллеги, я вас сейчас, наверное, удивлю, опять же, про ложь, наглую ложь и статистику, что согласно статистике Тверской области, там около семи регионов, потребительская активность у нас не снизилась. Нет, это-то все понятно. А может за счет тех самых москвичей? Да, да, скорее всего. Конечно. Мы же оцениваем потребительскую активность, например, по объемам заказов, которые прошли через электронные платформы. У нас, обратите внимание, и iGoods работал с тремя крупными сетями, и с Globus, и с Lent. Все это сориентировались. Да, и с Metro. Даже в этом плане поразительная ситуация. Обычно Metro по каким-то своим каналам реализовал продукцию, а тут готов был любому заказавшему предоставить. И объем-то поставок на самом деле был большой, но очень часто не за счет постоянных жителей Тверской области, особенно проживающих в сельской местности. Сельская местность, как это ни парадоксально, в большей степени в 2020 году ориентирована на натуральное хозяйство. Сам произвел, сам потребляет. Средневековье какое-то. На самом деле это очень опасный момент. Обратите внимание, как в социальных сетях, например, в Ленте в этом году мелькали фотографии сбора грибов и ягод. Почему? Потому что народ пошел в леса не просто погулять. С голоду думаете, что ли? Нет, не с голоду. Ну что вы. Но очень много тверских семей стало делать заготовки. Перешло на подножный корм. Сделало заготовки, как вариант той же подушки безопасности, которую делали компании. Они смотрели, каким образом можно подстраховаться, если вдруг. И население также видело очень красивые фотографии, когда куча банок стоит с заготовками. Красиво. Но напоминает времена Советского Союза. Как направление такое, минимизировать какие-то свои будущие. Я в следующем маринованные грибы не куплю, я их сам сделаю. Ну, вариант, когда да. Я не знаю, сколько будет стоить продукция дальше. А вот у меня там типа соленые или замаринованные огурчики будут стоять. Это тяжелая позиция, потому что падение спроса на продукцию, причем продукты питания в первую очередь, будут ощущать не просто поставщики, не только пищевики, но ощущать-то будут и сельхозпредприятия. Потому что они принимают решение сейчас, на следующий год. Потому что если, например, народ высадил картошку в полисадниках вместо цветов, и купил меньше картофеля, произведенного в Тверской области сейчас, то на следующий год сельхозпроизводитель, фермер будет думать, а что картошку, я лучше что-нибудь другое посажу. Что там покупали-то больше, на что больше цена была? А на картошку цены тоже растут. Я, как тот, кто сегодня почитал статистику, скажу, что рост картошки ожидается. А почему, Марина? Неурожай, если в предыдущих случаях была засуха, то тут наоборот затопило. И даже планируется закупка картофеля за рубежом. Мне просто, я делал материалы в июле, и тоже как раз когда были дожди, но мне тогда говорили, что если август подсушат, то все будет нормально. Все-таки не урожай. Говорят сельхозпроизводители, что вот эта фитофторность картофеля не позволит ему лежать. А это очень тяжелая позиция, когда сделать зимние запасы с соответствующим объемом будет очень трудно. И поэтому, конечно, будут пытаться реализовать все. Но это вовсе не значит, что купив картофель осенью, вы сможете... Съесть его в марте. Съесть его в марте, да. Скажите, а вот как раз касаемо сельского хозяйства, внесло ли оно свое лепто, вот этот самый позитивный прогноз Минэкономразвития вообще? Что у нас с сельскохозяйством в регионе? Ну, вы знаете, господдержка шла и по сельхозпроизводителям, причем активная. Мне кажется, что здесь внесло еще свой вклад то, что Тверская область, как и достаточно большое число областей, запустила режим самозанятости. И у нас количество самозанятых, которые были зарегистрированы вот уже буквально там на июль, оно было больше 1100, насколько я помню, и примерно столько же, сколько в Калужской области. А учтите, самозанятый это человек, который все-таки заявляет, что он готов платить налоги. Да, у него особый режим, налог на профессиональную деятельность. Но он готов к тому, что он будет уплачивать налоги. А ведь самозанятостьми становились не только там фотографы, которые... Мастера маникюра. Мастера маникюра, да. Но в том числе те, кто готов был производить масло и... Лубнику, вырученную собственными руками, как тут Папанов сказал, да? Ну, да, да, может быть. Но, например, масло из молока собственной коровы. А много ли коров дают молока? А вот, вы знаете, купить маслобойку и в данном случае продавать масло, которое фермеры продавали, ну, глубоко больше 600 рублей за килограмм. Это тоже то, что способно, да, как-то гарантированно давать доход, в том числе на мелких сельхозхозяйствах. Потому что чаще всего поддержка-то шла в основном фермерским хозяйством, более крупным. Ну, а крупные в целом, на ваш взгляд, как выглядят? Потому что я постоянно вижу рапорты всех наших знаменитых этих производств, которые говорят, мы построили новый комплекс, мы там садили. То есть, как на этом фоне вот этой пандемии вообще чувство в этом году наше сельское хозяйство имеется у крупных все эти предприятия? Ну, вы знаете, некие крупные производители создавали собственные фирменные магазины. Это плюс. Да, и они через эти фирменные магазины, продавая собственную продукцию, смогли и обеспечить реализацию, и работать по заказам. У них было такое, что брали под заказ. И ситуация, когда они в том числе опробовали возможность электронных платформ. То есть, да, у них не создавался новый способ продвижения, потому что те, кто вышел в сеть, он даже после пандемии из нее не уйдет. Да, многие сельхозпредприятия работали таким вариантом непрофессионального сетевого продвижения. Например, создавали группу в каком-нибудь ВКонтакте и писали, вы пишите в группе ВКонтакте, сколько кому будет продаваться то-то. Пишите, сколько кому надо, будет там доставка. Но без даже дополнительных расходов на создание сайта, на его раскрутку, они смогли каким-то образом остаться на плаву. Это, на самом деле, очень важный момент. На самом деле, Роман, отмечу, что у нас из мер поддержки популярностью сейчас пользовались микрозаймы. Там и сельское хозяйство есть, и IT-сфера. И такая мера поддержки, как образование. Как образование и большой спрос на программы в сфере маркетинга. И если мы говорим про рост продовольственных продуктов, я вот не скажу, что все сферы, все предприниматели сейчас сказали, «О, мы на этой волне сейчас, что доллар растет, этим воспользуемся». А посмотрите сферу одежды. Они, наоборот, стараются, такого раньше не было, все возможные маркетинговые ходы, чтобы сохранить своего покупателя и привлечь нового. Количество акций, два дня, все со скидкой 30%, а не только, как раньше, в «Черную пятницу» или «Приведи подругу» на 50% получишь дешевле. Это сейчас развивается больше. Не все все-таки сферы экономики воспользовались ростом валюты. Мы видим, что некоторые, наоборот, пытаются максимально приспособиться, идут обучаться в центре «Мой бизнес», очень много у нас программ, микрозаймы от 3 до 6%. Другой момент, что, мне кажется, не все, может быть, знают, хотя вроде сайт шикарный, да, и «Дайджест» у нас в «Центр мой бизнес» умеет, ну, хорошо распространяет между подписчиками. Пакет документов, которые нужно представить на микрозайм, он намного шире, чем пакет документов, предоставляемый, например, в банк. И вот тут, конечно, я думаю, что к этой мере поддержки, то же на другая мера поддержка, помощь вот как раз в формировании заявок. Ну, это смотря, как будет продвигаться. Если будет, на самом деле, спрос на их получение, то, я думаю, что и «Центр мой бизнес» будет предоставлять такие консалтинговые услуги, такое оказание помощи в формировании заявок. Но образовательная компания ведется очень большая в Тверской области для начинающих предпринимателей, для предпринимателей, которые уже работают. Я хочу сказать, что даже образование, образование на уровне самозанятых, на уровне репетиторов существенно вышло в интернет-сеть. Почему существенно вышло? Да потому что, когда вы учите своего ребенка под онлайн-обучение из школы, но выполняете и контролируете выполнение его заданий сами дома, не случайно же ходила такая очень жесткая шутка. Если ваш ребенок в четвертой четверти получил больше оценки, чем в течение года, то вы его учите лучше, чем школа. Это такой, конечно, вариант юмора, но в каждом юморе есть правда, потому что многие вынуждены были, не понимая, если уровень какого-то предмета не позволял чем-то помочь ребенку, нанимать онлайн-репетиторов и тратить на это деньги. То есть сформировался такой целый пул репетиторов, работающих через вот такую сеть. Вы знаете, в данном случае были возможности даже в таких жестких условиях как-то формировать свой доход. Ну, например, мы же прекрасно знаем, что многие фитнес-тренеры, а закрытые комплексы были достаточно долго в Тверской области, работали курьерами по доставке еды. Они вели курсы свои онлайн. Они вели курсы онлайн, да, чего не было. Кстати, некоторые клиенты у них сохранились, несмотря на то, что они открылись, поняли, что действительно мне с тренером дома заниматься легче, если он контролирует. То есть идет в бедное место, да, красота среди ведущих, в первых нет и остающих. То есть сохранились те клиенты, которые не вернулись в зал, но продолжают работать с тренером в режиме онлайн. Там у нас остается буквально немного времени. Ваш прогноз в таком случае, вот, на состоянии нашей экономики, ну, уже, наверное, на будущий год, до конца этого осталось три месяца. То есть вот сейчас, очевидно, вторая волна коронавируса идет. И на ваш взгляд, как-то это скажется? Или уже экономика приспособилась? Все знают, что делать? И самое главное, все имеют понимание, как вот накануне гости моей программы сказали, что каникул больше не будет. Мы будем работать, несмотря ни на что. Ну, вы знаете, на самом деле экономика последствия коронавируса еще не зафиксировала, даже статистически. Вот те данные, которые мы получили, которые учтены в прогнозе, это еще хороший период начала года, потому что он зацепился. За первые полгода только. Реально последствия будут только после того, как подведут итоги вот этих девяти месяцев. Потому что мы фиксируем ухудшение, статистически фиксируем ухудшение с определенным отставанием. Вот сейчас зафиксируются данные, фактически те, полностью статистика учтет, которые сформировались за первые полгода. То есть вот за тот период, когда с марта месяца мы фактически работали в режиме особых условий. Ну, то есть сложно сейчас сказать, что будет. Роман, вот на фоне того, что у нас зарегистрировано достаточно много все-таки за этот период самозанятых, количество субъектов МСП за август, там не сотни, там тысячи, около четырех тысяч все-таки у нас ликвидированы были. Сложно сказать. Вот видите, у нас какие-то есть позитивные тенденции, а есть отрицательные. Мне вообще кажется, что последствия коронавируса могут быть и даже не на год, я не говорю не только про негативный момент. Видите, у нас меняется вообще работа отраслей. Вот мы только что с вами привели пример в сфере фитнес-клубов. Последствия, они будут не только, конечно, негативные. У нас цифровая грамотность, я думаю, предпринимателей, граждан существенно повысилась. Мы научились продавать в новых условиях, покупать в новых условиях. И вот пока сложно что-то сказать, но то, что закрытие предприятий сейчас, экономика как было, станет непоправимым. Ну, не непоправимым, а очень серьезным ударом. И я думаю, что не пойдут на это уже правительства. Как крайняя мера, то, о чем мы с вами говорили, какое-то временное закрытие образовательных учреждений, не закрытие, а перевод в дистанционный режим. Ну, Галина Константиновна верно отмечает, что вопрос того, что страдает качество, он остается открытым. Ну, это как крайняя мера, что я вижу. Предприятия закрывать нельзя. Ну, что ж, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Будем надеяться, действительно, что все-таки экономика уже сдержит вторую волну удара коронавируса, дорогие телезрители. Ну, что экономика дорожает на вас всех, на нас. Потому что мы живем в этом реальном мире, в отличие от наших статистиков, которые в другом мире иногда живут. Будем надеяться все-таки на лучшее, что мы все будем работать. Самое главное, что коронавирус все-таки не будет таким разрушительным ударом, как это было по весне. Спасибо большое, уважаемые дамы. Спасибо. До новых встреч и крепкого вам здоровья. До свидания.